всем привет сегодня я расскажу про 1с предприятия как сдать экзамен в объектном плане но именно в этом уроке мы поговорим про константы справочники и все для первого урока самый раз потому что константы и справочники это основ из основ мы создаем совершенно новую базу данных нажав на кнопочку добавить выбираем именно такие параметры создать новую информационную базу данных снова создать информационную базу данных новую шаблоны потом называем ее как-нибудь адекватно я назову ее дым ну дым экзамен понятно вы назовете по-другому по понятию что проверяющий сразу понял что это на но в локальной сети про сервер даже не думаем и вот там явно не будет выбираем путь ну путь это понятное дело что это здесь мы ничего не меняем менять я думаю даже не придется и все у нас есть выбор один из предприятий или конфигуратор запускай 1с предприятие это так старый пустая база данных тупо интерфейс здесь есть калькуляторы дата на них далеко не увидишь думаю дым экзамен не сдать я не проверял и чтобы не рисковать мы создадим нормальную базу данных при помощь конфигуратора где мы уже можем добавлять элемент ты и так далее пояснять за интерфейс я не буду я буду пояснять только те моменты которых мы будем связываться так скажем и вот нас есть дерево со всеми элементами но сразу приведу конфузу если случайно нажать на кресте то дерево снова нельзя открыть кнопку просто умирает чтобы она жила мы нажимаем закрыть конфигурацию тут и снова запускаем это же кнопка здесь тоже есть так вот это дерево конфигурации тут все элементы которым мы будущем будем пользоваться перейдем сразу же констант добавляя константу мы видим сразу такие параметры но перед тем как я все тут поясню я поясню за красивенькие закладочки для того чтобы сделать но это если вдруг понадобится то первоначально все будет выглядеть так виде просто списка и чтобы были закладку мы нажимаем на пустое место закладки все имя это так скажем поле в которое мы вводим будущее обращение в поле то есть назовем моего ндс и мы также в коде должны будем прописывать констант . ндс и там получить но это все в будущем главное просто знать что им всегда тут все пишется слитно никаких нижних подчеркиваний цифрах и других символов пишет просто ошибку еще надо писать слиты и а заглавливая каждое новое слово большой буквы синониме как раз таки наоборот мы можем вписывать все что угодно и жаловаться даже не будет но мне варвары мы так не делаем ндс ну надо выбрать наверное нормальный тип данных и строка через страху можно к чему бы но главное чтобы там водили число выбирал краски тип данных число таким образом и таким образом таким образом удобнее будет обращаться по ссылочкам ладно длина это сколько вообще символов может быть в одной строке какая нормальная тема но точность это сколько после запятой у нас будет нулей 12 но для примера я потом спать скажу они отрицательны это чтобы нельзя было вводить отрицательное значение но вряд ли когда ндс будет отрицательным так что смиримся и запустим базу данных и посмотрим что у нас вообще происходит она говорит что мы не сохранились надо сохраниться нажимаем да принять и сохраниться можно нажав на эту кнопочку полезно просто сохраняться всегда полезно и вот тут мы вводим циферки не можем вводить буковки и все на этом функционал константы кончается мы можем тупо хранить тут конеч одно значение одно поле ндс генерального директора все что угодно и все и нажимаем записать и закрыть данные она успешно запоминает даже если я перезапущу базу данных они там останутся поверьте на слово и все таким образом мы переходим к справочникам тут гораздо больше параметров все покруче такое же имя например назовем сотрудники синоним сам подставляется комментарии вот все эти поля даже не надо обращать внимание они нужны для того чтобы там всякую дополнительную красоту наводить там чтобы список в определенном месте назывался по-другому но надо м экзамене на это не обращать внимание главное функционал и да они будут только проверять вот этот интерфейс они не будут лезть но обычно не лезут конфигуратор не лезут в код не проверяют и такие ой да он тут один символ не проставил а все равно за что такого не будет тупо проверяет функционал работающий здесь мы создали значит наш справочник сотрудники можем вести любого сотрудника иван например но это тупо тип данных строка и все код отдельная тема и и лучше вообще не трогать забудьте она сама идеально сама все делает сама считает сама подставляется ну и даже еще одного ведем чтобы потом и сделать над этими сотрудниками пихать их в разные папки и пропадки но я буду сразу пропускать те подсистемы которые не входит данный урок чтобы лишний раз голову не заполнить иерархический справочник включая эту галку мы автоматически врубаем иерархию группы элементов разрешаем сверху ее размещать и ограничения по уровню но тут даже галочку ставить нам типа можно создать максимум два подсправочника также тупо система как проводники ничего нового мы сохраняем запускаем сотрудники и у нас появилась новая кнопка создали группу здесь мы выбираем наименование для группы менеджера и все и можем просто перетаскивая или туда же появилась теперь у каждого элемента новое поле родитель и указываю в родителях группу он там оказывается элемент и все я могу создать еще одну группу админ например но есть один прикольчик когда я раскрываю одну группу другие групп пропадают это может быть немного неудобно и для того чтобы было удобно смотреть мы нажимаем еще режим просмотра дерево и все теперь мы видим что такой главный к справочник корневой это сотрудники и админы и менеджеров можем раскрывать все видно ладно про иерархию понятно владельцы я думаю тоже рановато попозже расскажу данные вот тут прям тема сейчас все расскажу тут есть длина наименования и длина кода но наименование например мы что вводим по идее фамилии имя отчество на 25 символов явно не хоть например мы можем поставить 150 все идеально но там реквизит называется наименование а мы хотим чтобы он назывался фио вот так как-то люди какие-то предметы мы идем в стандартные крюзиты нажимаю на кнопочку стандартные реквизиты и находим в такой стандартный крюзит наименование и можем дать ему только синоним фио про остальные параметры тоже поговорить максимум проверку заполнили можно отменить и все про все остальное показать не надо и зайдя снова справочник после наших обновлений мы заметим что создавая нового элемента у нас будет не наименование а фио все также можно и код переименовывать родители переименовать и так далее дальше чип кода число строка тут ничего корректировать не надо строка идеальный код все подставляет считает идеально ссылочная это как ссылку будет передаваться про это тоже похож поговорим когда я пилосы псевдом и вот мы можем создать еще один реквизит как раз таки но мы сейчас все увидим что было нормально создаем например прошлое место работы все слитно она автоматом режет предложение синоним еще не выбираем тип строка мы дадим побольше всего соточку использование и сделаем проверку заполнения обязательно то есть делаю его необязательным естественно уже его пропустите все но нажимая выдавать ошибку мы автоматом проверяем в конце заполнения пользуется нажимает на кнопочку записать он проверяет заполнит а выражение если она не заполнена пишем ошибку все понятно и ясно и новый реквизит готов избиваем уже не разные все что угодно можно убить и прошлое место работы например еще и записываем все работает а и кстати забыл такой прикольчик рассказать про иерархию но как бы вы поняли про иерархию не выбирая иерархию элементов и второй ветер иерархии мы теперь можем создавать но мы не можешь создать папки можем теперь просто зайдя например менеджеры создать и прямо родителя указывать элемент и указываем элемент такому образом родителям тут появляется просто по вот становится второй группы все наши папки превратились в элементы и все по сути вот такой прикол где-то это используется где-то это юзается нам больше данные мы поняли что такой реквизит а давайте теперь идем к табличной части добавляя табличную часть я скорее всего просто покажу что можно сделать и как-то потом будет выглядеть мы ее можем назвать по-нормальному например ох тышь дома то есть может быть сотрудника несколько домов но и так пример на самом деле там надо сидеть адекватно а так я просто для примерки начальные данные вожу элементы все можно также проверять и по если они заполнены то все ошибочка но на этот раз для примера не будем ее проверять и в ней же можем создать реквизит например улица 50 символов и страны тоже вся свела можно и все обновляем конфигурацию и запускаем наши папочки вернулись все хорошо ну кроме обмену не терпевать из элементы бывает раз урок так не экспериментировать и создавая теперь совершенно новый элемент мы открываем так побольше мы видим огромную такую табличную часть но огромную точно так раздевали но но разница вообще мы можем также добавлять на элементы вводить любые данные и все также мы эти данные кто можем вытаскивать впоследствии где-то использовать и так далее табличная часть ясно также в этих жизни они такие же обычные реквизиты можно в них указывать проекту на заполнение быстрый выбор ну попов попов нумерация это краски весь связанные с кодом я тут тоже советую ничего не трогать но даже пояснять не буду формы это на следующий урок команды макет право обмен данными прочее это определенные данные о есть про что рассказать мы можем создавать свои собственные предопределенные данные я в самом конфигураторе нажимаю кнопочку добавить мы даем комич обычное имя алёша наименование на автоматом подставит и все но прикол в том что мы не можем заполнять табличные части другие реквизиты которые мы добавляли в данные и вот запуская снова базу данных предварительно ее обновить мы можем найти нашего алёшу с кружочком этот кружочек означает то что это предопределенный элемент и всяких того ролях можно задать условия что ни в коем случае данный пользователь не может удалить предопределенного предопределенный элемент ну скажем так такой самый основной функционал справочников заканчивается можно рассказать про ссылку например мы обзовем ндс теперь директором и выберем тип данных не какое там число строка и даже дата а выберем ссылку на справочнике сотрудников таким образом мы открыли все возможность передавать разные элементы при помощи ссылок нажимаем на директора мы можем нажав на такую кнопочку показать все и тут же его прям создать мы видим форму списка на самом деле это форма выбора но про это тоже в следующих уроках можем тут выбирать просто любого человека вот админ можно выбрать но ошибка эта ошибка связана с тем что сейчас поясню потому что случайно при закрытии той формы я и запустил два раза и вот где на самом деле да это блокировки все дела и такое бывает и вот админы выбрались записать и закрыть и все таким образом обмена создались мы можем нажать на этих два кубика и зайти прям внутрь посмотреть но и такой лайфхак поле обязательное но благая тому что она определенная она не заполнилась но если мы заново захотел записать естественно выдаст ошибку о том что поле надо заполнить но так заходит с крестиком по сути все но я хочу создать совершенного пользователя нажав сюда перекидывать на форму элементу заполняем нужные данные и все пользователь также выбран и это немножко любит пропадать по сути так работают ссылки можно рассказать про даты просто типа данных и про такой тип данных когда ты булево а про все остальное пока рано вот расскажу понятное дело что булево это да нет а дата это да вот наши кредиты 1 и 2 нажав сюда мы можем выбрать дату нажав сегодня можем сегодняшнюю дату или вот прям не стать по месяцам по годам и выбирать дату это нам нужно для того вам везде нужны дат на самом деле мог когда будем создавать документы благодаря этим дата можно ответить когда был создать документ когда был произведен товар и все такое а реквизита это просто галочка истина ложь истина в коде где будет использоваться и так далее ну по сути про справочники про константы все это такие основные были пунктики про них и особо рассказывать по ну чтобы засорять мозг мету засорять мозг мы будем следующих уроках прям так нормально стабильно на этом все